Владимир Попов Владимир Попов очень лирично и пил солдат, слеза катилась задвинули Прохорова уже вы нас просвещаете кто виноват и что делать раньше в России было два вопроса кто виноват и что делать а сейчас вопрос этот изменился что делать тем кто виноват на самом деле дело серьезное это же попытка имитации политики Прохоров просто стал заниматься делом которое он не знает имитация политики в России вещь печальная ничего в этом нет хорошего настоящей политикой Прохоров не умеет заниматься просто это не его работа а имитация вещь плохая вот и все Аскар Риманец вы все же молодец большой уважаемый разъяснение вашего взгляда по Ливии все же жду очень и не только я чего вы ждете моего разъяснения по Ливии ну пожалуйста я вам скажу что я думаю я считаю что всякий человек который издевается над своими гражданами заслуживает того чтобы его гнали в шею понятно я объясняю международные проблемы Кадачи это такой тип который долгое время мучил и издевался над гражданами своей страны потом еще нанял наемников которые с помощью тяжелой военной техники давили граждан собственной страны я уж не знаю гонял ли он ОМОН из одного города в другой то что наемники там были точно а сегодня утром я знакомясь с мировыми новостями обратил внимание что речь пошла о том что рядом с Сиртом нашли радиоактивные материалы и так называемый желтый пирог который может быть использован при строительстве ядерного оружия при создании ядерного оружия если это правда и это все подтвердится ну тогда сами понимаете какой страшной штуки мы все избежали благодаря тому что было принято решение Совета Безопасности о том чтобы помочь там повстанцам справиться с Кадачи вот вам и собственно вся ливия меньше всего меня интересуют всякие там нефтяные сделки там кто там на этом заработал кто чего на этом потерял а больше всего меня интересует первое чтобы людей не мучили просто не мучили не издевались чтобы пытки к ним не применялись чем он занимался и потом я ему еще не забуду взрыв пассажирского самолета на Псотландии когда просто взяли убили чуть ли не 200 там совершенно невинных людей а потом вот так сказать я признал и выплатил компенсации а что компенсации то бандит он и есть бандит вот ну вот а во вторых меня интересует чтобы детям всего мира не было ядерной угрозы это ж это не шутки совсем искали в Ираке а нашли вон оказывается в Ливии если это подтвердится я не знаю может это может это какая-нибудь пропаганда в том числе наторская это я не знаю вот вам все что я рассказываю вам думаю важное про Ливию кстати было очень забавно когда Россия сначала пропустила как выразился Медведев резолюцию по Ливии а потом поскольку дела шли не так быстро как предполагалось перепугалась и уже готова была отъехать назад очень было стыдно от этой неуверенности Харт Кванон Харт Кванон Харт Кванон Харт Кванон кем создан этот комитет и почему мы с удачей в Твиттере об этом если только мы не о моральной стороне вопроса а это речь идет о моем твите относительно того что Михалков сам отправил свой фильм на Оскар вместо того чтобы отправить действительно выдающиеся работы Звягинцева Сокурова и так Сокурова и так далее ну а я действительно так считаю для меня то что там происходит то что сейчас Меньшов говорит то что вышел из этого комитета Кончаловский для меня это убедительно вот для меня это убедительно не хочу говорить о Никите Сергеевиче Михалкове потому что ничего не могу хорошего сказать пока Россия от этого теряет это же плохо Наши уху 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 и уху Продолжение следует...